МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА То, что ее участников, депутатов стало не 39, а 40. Сегодня Дума пополнилась еще одним полноправным депутатом. Он стал Виталий Трубицин, победивший на до-выборах в Рязанскую городскую думу по округу номер 8. Да, во время выборов в областную думу происходили в 8-м округе до выборы. И Виталий Трубицин одержал победу в одномандатном округе. Соответственно, его полномочия были рассмотрены и утверждены на Рязанской городской думе на сегодняшнем заседании. Поэтому уже можно считать, что он является полноправным депутатом Рязанской городской думы. Будут учтены пожелания о вхождении Виталия Владимировича в тот или иной комитет. Ну и он же приступит к работе в октябре месяце с первыми комитетами октябрьскими. И примет участие в заседании уже Октябрьской думы. В заседании Рязанской городской думы. Ну, а сегодня, пожалуй, наверное, центральный вопрос в повестке дня это утверждение очередных изменений в наш городской бюджет. Собственно говоря, давайте вкратце о том, что мы сегодня утвердили. Ну, действительно, изменения в бюджете сегодня были утверждены. Были подготовлены месяцы администрации города. Эти изменения, прежде всего, они носят характер корректировки макроэкономических показателей по исполнению бюджета, по его наполняемости. Скажем, в прогнозном аспекте все выдержало абсолютно те цифры и показатели, которые, скажем так, планировались. И если говорить в целом о 2015 финансовом году. То, что касается самых поправок, то они касались прежде всего дорожного хозяйства, поскольку бюджет региональный выделил дополнительные средства в размере 86 миллионов рублей на ремонт дорог. Администрация города занимается и вопросами проектирования тех участков, которые необходимо отремонтировать и контролирует ремонт дорог. Соответственно, все вот эти показатели, финансовые показатели, мы сегодня утвердили. Также были добавлены средства на развитие дошкольного образования, на развитие спорта. И не надо забывать и об исполнении указов, майских указов президента Российской Федерации. В общем-то, программа или так называемая дорожная карта, она выполняется. Соответственно, дополнительные субвенции были также выделены на обеспечение и выполнение этих указов. Работа плановая, но я думаю, что несмотря на напряженность финансовую, в целом жители города замечают, что изменения идут, изменения положительные. И во внешнем облике города это также отражается. Поэтому, конечно, скажем так, минимизировано определенные напряжения, о которых мы говорили еще при принятии бюджета прошлого года. Но дай бог, чтобы эти позитивные тенденции, они продолжились. И принимая уже бюджет следующего года, также будем с администрацией вопросы эти анализировать, смотреть и обращать внимание на те важнейшие аспекты, которые связаны с потребностями жителей, с их вопросами, которые они ставят перед городской властью. И будем отрабатывать это совместными усилиями. Андрей Анатольевич, ну, сегодняшнее заседание стало первым, подчеркну, очередным заседанием в рамках осенней сессии Рязанской городской думы. Давайте поговорим о планах, которые есть на эту сессию, что депутаты, скажем так, планируют сделать до конца текущего года. – Самый главный вопрос, наверное, в осеннюю сессию – это формирование и рассмотрение, и затем уже принятие бюджета на следующий год. Мы сегодня говорили об изменениях и утверждали изменения бюджета, и говорим мы о социальной направленности бюджета. Конечно, бюджет 2016 года и согласно среднесрочному плану бюджетному, безусловно, будет также направлен на людей, на то, чтобы обеспечить самые главные социальные направления жизнедеятельности города. И, наверное, это будет и самое интересное. Я бы хотел в этой связи отметить, что Дума проводила заседание сегодняшнее накануне двухлетия своей работы, и, безусловно, Дума показала, что она эффективная, она работоспособная, все рассматривается по-государственному, очень ответственно. И действительно, Дума заслуживает уважения, которое, кстати говоря, и демонстрирует, и фактически это уважительное отношение, оно от наших жителей по отношению к Думе, к депутатам, оно проявляется, поскольку все мы работаем и связаны с советами территории, и у себя в округах, и к те вопросы, которые жители перед нами поднимают, конечно, они, безусловно, влияют и на формирование бюджета, и на нашу текущую работу. Поэтому у меня есть внутренняя удовлетворенность от уровня работы Думы, от того, как рассматриваются вопросы конструктивно, грамотно, вместе с администрацией города отрабатываются проблемные моменты, намечаются пути решения и так далее. И я бы сказал, что это, так сказать, радость, наверное, не только моя, а радость всех коллег. В этой связи также хотелось бы отметить, что важнейшие вопросы, если мы говорим уже об округах, то это вопросы и ремонта дворовых территорий, это и игровое оборудование. Жители все больше задают вопросы и просят установить не только игровое оборудование, но и спортивное оборудование. Те же самые ограждения палисадников, потому что, ведь, слава Богу, есть определенное самоуправление, элементы и жители домов, энтузиасты, которые высаживают цветы под окнами. Хотят, чтобы это все было в безопасности, чтобы это радовало людей. Поэтому, когда мы на советах территории все обсуждаем эти вопросы, мы опять же понимаем, что людям необходимо. И по мере необходимости вопросы эти решаются. Поэтому и, конечно, рассмотрение бюджета, оно всегда идет через призму уже непосредственно работы каждого депутата с населением. Вот это, наверное, самая главная задача на сегодняшний день – дать свои предложения, рассмотреть, принять на сцене сессии бюджет города Рязани до 2016 год и как раз отразить те задачи, которые ставят перед нами жители непосредственно как в округах, так и в целом городе. Благодарю вас, Андрей Кашаев, глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы о сегодняшнем заседании городского парламента и не только. Это была программа подробностей. До встречи в эфире.